ну что ж а теперь поговорим про условия условия без них на самом деле практически невозможно писать код и если вы хотите вот видите если я говорю если вы хотите узнать условия переходите на следующий слайд мы там уже увидим наши первые условия условия начинаются с ключевого слова if обратите внимание что if это именно ключевое слово что это значит это значит что это особенная часть синтаксиса то есть вы с этой частью синтаксиса можете делать только что-то одно например начинать условие вы скажем не можете создать переменную которая называется if а потому что это ключевое слово и условие выглядит так if дальше идет само условие двоеточие новая строка 4 пробела и дальше идет тело условия но скажем если у нас есть какая перемена x которая может быть равна скажем каких случаях нулю в каких-то случаях 5 да если мы например смотрим остаток отделения да то есть на 5 у нас может быть либо 5 либо 0 либо там еще какие-нибудь числа вот в нашем случае есть остаток отделения например равен 5 то мы хотим написать что x равен 5 вот такая у нас небольшая задачка мы можем это сделать но важно отступы одна из основных ошибок которые делают все новички которые пришли в питон из других языков программирования или которые начинают с питомных из первого языка программирования многие пишут вот так многие пишут if x равно равно 5 двоеточие новая строка не ставят пробелы и пишут условия в питоне пробелы это важный часть важная часть синтаксиса то есть соответственно когда вы используете пробел вы говорите что это отступ эти отступы они значимы потому что при помощи отступов питон формирует например в нашем случае тело этого блока if если вы их не поставить у вас будет синтаксическая ошибка ваш код работать не будет поэтому пожалуйста так не делайте ставьте отступы четыре пробела ну еще одно напоминание да все эти условия должны иметь четыре пробела может ли быть какое-то выражение if конечно может а какое может быть выражение внутри if любое выражение которое возвращает true или false смотрите у нас уже есть много разных выражений которые мы с вами видели которые возвращают true или false например проверка вхождение под строки в другую строку скажем вот а в abc да z не в abc да или например мы сравниваем что-то hello world равно hello world да равно да то есть вот такие вот выражения мы можем помещать в блок условия if также у if может быть else то есть в другом случае в противном случае скажем если x равно ровно 5 пиши что x это 5 в противном случае пиши что x не 5 то есть иногда нам нужно только условие и мы делаем только что-то если вот условие выполнилось иногда нам нужно в противном случае тоже что-то Для этого есть else И есть еще Elif Это когда нам нужно сделать Несколько условий И в разных случаях сделать что-то разное Elif Используется после первого if Например, мы пишем if x равно 5, делаем что-то Потом спрашиваем, а вот если он равен 6 То мы делаем что-то Естественно, я здесь показываю, что у нас В теле условия может быть много разных Выражений Соответственно, нужно печатать print x равно 6 Потом напечатать улыбочку Естественно, у нас могут быть пустые строки Внутри этого условия Elif может быть много Не обязательно один, он их может быть Какое угодно количество Но старайтесь не делать их больше 5-6 Если у вас больше 5-6 elif Это значит, что вы что-то делаете не так Условий слишком много Это слишком сложный и слишком нечитабельный код получается И else может как быть Так и не быть Да, то есть это опциональная часть синтаксиса Он всегда можно либо поставить, либо не поставить Ну что ж, мы знаем условия Все, про них больше особо нечего рассказать Потому что это достаточно простой тип данных Ну что ж, увидимся в следующем видео Где поговорим про цикл Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!